Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Мажитов Нуркен Давлетбаевич. Я являюсь учителем математики Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления города Шимкент. Сейчас я вам хочу продемонстрировать одну из возможностей программы Microsoft PowerPoint – анимация. Что нам надо выполнить? У нас есть таблица с пустыми ячейками и три функции, которые должны быть перемещены в эти ячейки. Это можно выполнить с помощью анимации. Выбираем вкладку «Анимация», выбираем первый объект. В раскрывающемся списке выбираем другие пути перемещения. Здесь мы видим различные линии, пути перемещения. Давайте выберем перемещение вправо. Дальнейшие действия, на мой взгляд, не требуют комментариев. Выполним те же действия с остальными функциями. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Как мы видим, каждый объект перемещается в нужное место отдельным шелчком. Если мы хотим, чтобы все три объекта переместились в нужные места при одном нажатии мыши, мы должны выполнить следующее. Нажимаем на кнопку «Область анимации». С правой стороны появляется соответствующее поле. Здесь мы видим три наших анимации. Начиная с последней, выполняем следующее. Выбираем параметр «Запускать вместе с предыдущим». То же самое проделываем и со второй анимацией. Первую анимацию мы трогать не будем. Давайте посмотрим, что у нас получилось после этих действий. Здесь мы видим, что все три функции переместились при одном нажатии мыши одновременно. Давайте рассмотрим еще один случай. Для этого создадим новый слайд. Удалим ненужные объекты и вставим прямоугольник. Изменим высоту на 6. Вставим прямоугольный треугольник. Чтобы скопируем его. Чтобы создать параллограмм. Сделаем таким вот образом. Давайте уберем контуры фигур. Чтобы полученный параллограмм у нас выглядел цельным. Что нам надо сделать? Нам надо продемонстрировать ученикам, что площадь параллограмма равна площади вот этого прямоугольника. Для этого воспользуемся анимацией. Выбираем вкладку анимация. Выделяем перемещаемый треугольник. И выбираем другие пути перемещения. Здесь, если мы выберем ту же линию перемещения вправо, то при анимации треугольник у нас не будет виден. То есть перемещаемый треугольник у нас не будет виден, так как его цвет будет сливаться с остальными фигурами. Поэтому давайте выберем, например, вверх по дуге. Или вниз по дуге. Так будет, наверное, лучше. Окей. И стыкуем объекты. Давайте сделаем так, чтобы он у нас не очень-то виден, сливается. Давайте сделаем так, чтобы треугольник все-таки у нас был виден. нет. Вот так будет намного лучше. Посмотрим, что получилось. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...